Добрый день, дорогие друзья! Сегодня президент Путин представил нашему вниманию пособие, как избегать ответов на даже заранее согласованные вопросы. Сегодня мы в 14-й раз дремали под ежегодную пресс-конференцию Путина. Кстати, еще 4 пресс-конференции он отработал суфлером у Медведева. Ну, в общем, это одно и то же. Я подготовил вашему вниманию свой рейтинг топ-5 высказываний вот на этой 14-й или там 18-й пресс-конференции. Итак, мое первое место. Мы вынуждены были тратить нефтедоллары для того, чтобы исполнить свои социальные обязательства перед людьми, выдержать планы строительства вооруженных сил, и тратили нефтедоллары. Аттракцион невиданной щедрости. Прекрасная оговорка по Фрейду. Нам пришлось потратить нефтедоллары на людей. Ну, лишенцы типа Сечина, Ковальчука, Ковальчуков, Ротенбергов. Просто в слезах и соплях. Мое второе место. Появляется мощный, сильный игрок, с которым нужно считаться. Они хочутся. Совсем еще недавно думали, что страны-то такой больше нет. А оказывается, есть, и надо с ней считаться. А 160 миллионов у нас проживает. 160 миллионов человек? Я даже боюсь гадать. Мы уже присоединили Беларусь? Или Госкомстат придумал, как улучшить демографию? Мы же не можем предположить, что президент понятия не имеет, сколько людей живет в его собственной стране. Третье место. Давайте начнем с Вагнера и с поваров. Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные. В разных званиях находятся. Других поваров у меня нет. Надо, чтобы было это ясно, понятно, и чтобы мы к этому не возвращались. Если кто-то хочет приклеить какие-то ярлыки, это их дело. И здесь ничего страшного нет. Это вот такая у нас политическая возня происходит. Есть даже такое понятие «безопасное питание». Мы никому это питание, кроме как сотрудникам ФСО, не передаем. Чтобы было вам понятно. Ну, тяжело даже комментировать. Вот просто конкретно жаль мужика. Люля-кебаб от полковника. Вы себе это можете представить? Звание парикмахера и уровень риска для клиента я даже предполагать не хочу. Четвертое место. Теперь по поводу очень чувствительного, важного вопроса – это пенсионные реформы. Вы знаете, в начале 2000-х годов, садитесь, пожалуйста, в начале 2000-х годов, в середине, вы знаете наверняка мою позицию. Я говорил, что категорически против всякого изменения и повышения пенсионного возраста. Тогда и невозможно было это делать. Я и сейчас считаю, что это правильно была позиция выбрана. Потому что и средний возраст, продолжительность жизни была у нас низкой. И количество работающих было, соотношение работающих к неработающим было другое, более или менее приемлемое. Сейчас кардинально это все поменялось. Ничего только не придумаешь, чтобы не тратить на россиян те самые драгоценные нефтедоллары. На них уже претендентов хватает. А то вот этих же самых россиян 160 миллионов, и на всех не напасешься. А главное, Сечину не хватит. Пятое место. Есть ли в России мягкая сила, и какова роль ответственной журналистики? Вы знаете, правда не в силе, а сила в правде. Поэтому в этой формуле заложено призвание средств массовой информации, сила в правде. И только так средства массовой информации могут завоевать доверие миллионов людей. Ну хорошо, президент страны не знает главную цитату из одного из своих самых культовых фильмов. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Нельзя же говорить, что сила СМИ в правде. Это как же при этих словах должно корячить Эрнста, Добродеева и, главное, Симонян. Не бережет их, Владимир Владимирович. В общем, друзья, не смотрите пресс-конференции Путина. Смотрите лучше мой канал. Может, не так красиво снято, но я вас хоть уважаю. А к тому же мои видео намного короче. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok